Седьмой класс, двенадцатая серия. Умножение одночленов. В результате умножения одночленов… Перемножаются одночлены. Одночлен – это произведение числовых и буквенных множителей. Так вот, в результате умножения одночленов получается одночлен. Результат действия умножения, одночлен, который получится, надо упростить и записать в стандартном виде. На первом месте идет числовой множитель, дальше идут буквенные множители в алфавитном порядке. При возведении одночлена в степень получается одночлен. И ответ тоже надо записывать в стандартном виде. На первом месте записывается числовой множитель, дальше идут буквенные множители. При возведении одночлена в степень, имеется в виду в степень с натуральным показателем, в эту степень возводится каждый множитель. Так, первое задание. Выполните действия. Надо упростить вот это выражение. Возвести одночлены в степень. Первый множитель и второй. А затем выполнить умножение одночленов. При возведении одночлена в степень, значит, вот в эту степень возводится каждый из множителей одночлена. Значит, здесь получится минус n в девятой, m в двенадцатой. Так, теперь надо возвести в квадрат. Минус три в квадрате – это девять. n в четвертой в квадрате. При возведении степени в степень показатели перемножаются. Это будет n в восьмой и m в квадрате. Так, и еще надо будет умножить вот на этот одночлен. В первую очередь, вот в ответ записывается множитель числовой. Значит, здесь будет минус, здесь будет плюс девять и минус четыре. Значит, получится 9 на 4 – 36. Это числовой множитель. Так, n. Давайте определим, каков показатель степени будет. Здесь n в девятой, n в восьмой и n в седьмой. Значит, всего n в двадцать четвертой. При умножении степеней с одинаковыми основаниями показатели складываются. Значит, вот здесь 9 плюс 8 плюс 7. Вот и получится 24. Так, теперь надо определить показатель, который будет при возведении m в степень. 12. Здесь квадрат, m в квадрате и еще m в квадрате. Значит, 12 плюс 2 плюс 2 будет 16. Так, это ответ. Действия выполнены, одночлены возведены в степень, и выполнено действие умножения. Вторая задача. Делится ли на 5 значение выражения? То есть надо определить последнюю цифру у значения этого выражения. Признак делимости на 5. Делится на 5, когда последняя цифра 0 или 5. Значит, интересует только последняя цифра. 9 в нечетной степени оканчивается на 9, в четной степени на 1. 9 в квадрате 81, а потом опять будет 9. То есть если показатель, число нечетное, последняя цифра будет 9. Итак, первое слагаемое оканчивается на 9. Так, второе слагаемое. Значит, если посмотреть основание степени 7, натуральные показатели. Если натуральный показатель 1, последняя цифра 7. Если 2, последняя цифра 9. Потом 9 на 7 – это будет 63, последняя цифра 3. 3 на 7 – 21, последняя цифра 1. А 1, если умножить на 7, тоже будет 7. Итак, только вот эти 4 цифры могут быть в конце у значения степени, в том случае, если основание равно 7. 102. При делении на 4 дает остаток 2. Значит, последняя цифра будет 9 у второго слагаемого. Так, основание 5. Значит, последняя цифра 5. Если четный показатель, нечетный, цифра 5. Так, 3. 3 в первой оканчивается на 3, 3 в квадрате оканчивается на 9, 3 в кубе оканчивается на 7, потом 81, последняя цифра 1, а потом опять 3. Значит, вот период. Повторяются только вот эти цифры. 104 делится на 4. Значит, последняя цифра будет 1. Так, теперь надо выполнить действие вот с этими числами. Итак, какова же будет последняя цифра у значения этого выражения? 9 плюс 9 минус 5 и минус 1. Значит, давайте определим последнюю цифру. 9 плюс 9, последняя цифра 8, минус 6. Значит, последняя цифра будет 2. Значение выражения на 5 не делится. Значит, ответ не делится. Третья задача. Четно или нечетно значение суммы. Если основание степени, число нечетное, то значение степени будет числом нечетным, потому что перемножать надо будет нечетные числа. Если все множители нечетные, то произведение нечетно. Значит, нечетное число – это первое слагаемое. Второе. Четное число возводится в степень. Значит, второе слагаемое будет четно. Третье слагаемое – нечетное. Значит, будет нечетно. И последнее будет четно. Четные числа при сложении дают четное число. А если число нечетных слагаемых четно, то сумма четна. Итак, два нечетных числа в сумме дадут четное число. Значит, значение этой суммы будет четно.